Да, опять маленькая задержка. Ну, бывает, даже в женщин задержки. У меня тоже. Уже больше трех часов дня по Киеву. Дождь, у нас вот такая погода. Я пока пришел в себя, пусть и вчерашнего, послушал Игоря, и начал бы не поделиться своим опытом, мнением. Во-первых, надо понять одну вещь. Дьявол взец. Слушать его бесполезно. Эти все идеи дьявольские – это потеря времени, здоровья, сил. Что в жизни, как устроена Богом жизнь? Бог есть дух. Понятно, дух. Мне нравится эта старая песня, это стих, стих. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Ну, реально. Вот ветер, дух дышит, где хочет. И голос его слышишь. Потому ему хочется говорить. Дух дышит, где хочет. Когда Бог что-то творил, Он это хотел. Он это хотел. А потом, когда сделал, Он посмотрел на это все и говорит, весьма хорошо. Весьма замечательно. Да. Что Бог делает? Он тоже вдохновляется. Духа не угошайте. Потому что есть дух превосходный, а есть дух суетный. Есть дух смерти, а есть дух жизни. Разные духи существуют. Дух любви, дух страха, там, какой-то. Это духи, как одежда. И люди ловят, некоторые ловят и вдохновляются. Ну, как ты можешь что-то делать вообще по жизни? Как ты можешь что-то делать, если ты этого не захочешь? Труп мертвый лежит и уже ничего не хочет. Мертвые по преступлениям, по грехам вашим. У вас нету даже понятия таких желаний божественных, понимаешь? Суть в чем? Грешники даже не знают, чего желать. У них атрофированные эти желания истины жизни. Они копаются в этих минусовых духах, понимаешь? Жизнь свою строят на минусовых этих духах страха, как бы чего не вышло, как бы там чего-то не перепало. И вот их вдохновение по большому степени страх. Страх война, смерть, болезнь. Бог накажет, реально, тоже такой страх. Бог накажет. Он тебя найдет и накажет. Меня так всегда удивляло, если Бог хочет наказать, Он же давно бы тебя наказал. Ну, реально. А что ж тебя там ловить? Что делать? Не может найти? Да ты его ищешь, ищешь, не можешь найти. А Бог, ну, если бы что-то Бог захотел, реально захотел, Он бы это сделал. Только некоторые угошают духой. Бог ничего не делает, понимаешь? Потому что ему, ну, не принимают, угошают. Бог ничего не смог сделать в своем Отечестве, никакого чуда. Почему? Он неверие, так вот именно неверие, вот это вот, э-э-э-э, вот это вот, угошает Божий дух. А какого смысла вам что-то делать? Вы этого не хотите, вам это нет желания. И угошается, угошается вера неверием, да? И Бог пошел людей искать, начал проповедовать Царство Небесное. Он даже не себя проповедовал. Он не говорил, поверьте в меня. Ну, как сейчас проповедники, если все убрать, они проповедуют, поверь в Христа. А вот сейчас Христос, вот я, поверь в меня. Нет, он пришел, проповедовал Царство Небесное. Он дал людям информацию, истина, которая освобождает от страха, включает рецепторы, которые способны двигаться и ощущать Бога. Понимаешь? Он включил эти рецепторы, и люди начинают вдохновляться. Люди, которые не имеют этого, не слышали слова истины, они движимы другими духами страха, смерти. Он родился с целью умереть. Я видел сегодня картинку, такая, картинка такая. Типа там молодой человек, потом ступенька выше, еще повзрослее, потом уже взрослее, потом юноша, девушка, потом они пик, пик пирамиды там поженились, а она в свадебных платьях стоят. А потом уже ступеньки вниз пошли, па-па-па-па-па-па, и все. Вот, все. А я написал нам такие вещи. Так лучше не жениться. Если это все, все дальше, все хуже, 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 так какой смысл? Тогда же оставайся вечно молодым. Люди вот ничего в жизни не видят, только то, что они видят вот своими обычными глазами, что люди вот рождаются, болеют, страдают, умирают, и все. Дальше могила. И, в принципе, и думать даже, и бояться думать, что там что-то есть. Что по ту сторону жизни там что-то есть. И когда Бог приходит и говорит, да, есть. Люди говорят, пугаются. Да не надо нам это рассказывать. Мы уже согласились на какую-то брехню. И вот эта брехня не позволяет людям принять жизнь. Жизнь, да. Ложь дьявола. Реально, дьявол ничего хорошего никому не скажет. Нет, никогда. От него вдохновение реально для того, чтобы кого-то опять обобрать, кого-то украсть, даст тебе вдохновение, убить, погубить, изнасиловать. Вот все вдохновение, что дает дьявол. У Бога дает вдохновение жить, творить. Творить. Он творит все новое. Бог говорит, больше меня сделаешь. Понимаешь? Верующий в меня, больше меня сделаешь. А вы такой сидите, что, о, нет, не может быть, я же никто. Слушай, слушай, какой-то это. По поводу количества бесов и сколько людей, сколько могут бесов жить в человеке. Ну, вообще-то люди рождаются, умирают, а бесов, как бы, количество одно. Они сотворены в определенном количестве, их больше не может быть и меньше не встает. Вот. И они переходят, как бы, по наследству могут передаваться. Такие. И, ну, короче, они все ищут в себе. Разрушился хижина, умер человек. Дальше, дальше, дальше. И на самом деле, как в концлагере. В концлагере может быть тысяча человек. Ну, охранников, количество охранников, 100, максимум. Максимум 100 человек. Они просто с автоматами стоят по периметру. И страхом, и другими вещами загнали этими страхами, проволока, вот это вот все, наказание. Загнали тысячи людей, десятки тысяч. Держат в страхе сотня человек. Да. И не надо на каждого заключенного персональный охранник. Совершенно не надо. Просто таблички нарисовали. Таблички. Не влезай, убьет. Не ходи туда, застрелят. И все. Таблички. И люди движими буквами написано. А он использует то же самое, что и Бог. Библия у Бога. И вот эти вот все штуки у него тоже есть куча табличек. Куча разных предписаний. Он использует дьявол, потому что закон. Да, законом. О, будешь, умрешь. И дьявол это очень сильно практикует. Вообще он-то, как я тут опять говорил, за нами наблюдает. Слушает мои мысли, чьи-чьи это мысли. И черпы для себя какие-то новые откровения. Как ему поступать. Как ему двигаться. Поэтому подсказывать дьяволу не надо. Он вообще ничего не может придумать. Это люди воображают своим больным воображением. Эти вот фильмы ужасов. Эти истязания. Эти пытки. Это все-все-все-все-все. Это творчество людей извращенное. И дьявол это использует. До него даже такое не пришло бы в голову. Дьявол, а что так можно было? Понимаешь? Нет. Он довольно просто примитивное состояние. И черпает у людей. Бог тоже с людьми советуется. Пойми. Бог с нами советуется. С тобой хочет посоветоваться. Но почему-то так не получается. И вот в чем суть. Как люди собираются. Допустим группа. Группа. Квартет Битлз. Битлз. Там гитары. Пианино. Барабаны. Вот четыре человека собрались. Битлз. Объединенные одной идеей. И миллионы людей их служили. И стали поклонниками этой группы Битлз. Потому что в них было желание. Они было согласие. Они чего-то захотели. И получили вдохновение. Начали черпать откуда-то эти мелодии. Они начали реализовать потаенные. Вот эти нераскрытые. Задвинутые. Желания. Говорить о любви. Все что думают. Проповедовать вот это вот свободное отношение. Говорить прямо. Без этих всех. И они стали кумирами миллионов. И музыка. Музыка. Да. Работали над музыкой. И они стали кумирами миллионов. До сих пор некоторые моменты. Битлз. Просто слушаешь песню. И балдеешь. Ну реально там. Музычка хорошая. И сколько лет прошло. Сколько лет прошло. Некоторые даже в живых не видели этих людей. Но включи эту музыку. Она жила. Понимаешь. Она имеет влияние. Имеет влияние. Вот. Вот интересно. Мне бы хотелось. Чтобы дошла музыка. Знаешь. Вот это. Псалом такой-то. Исполняется на таком-то орудии. Арфа там. Или там. Что там. Свирелище. Фигня какая-то. Но нету нот. Я бы хотел бы. Какая была мелодия в того псалма. Под какую мелодию это было исполнено. Почему-то нету этих мелодий. Я не знаю. Есть они. Нет. Подскажите. Но хотелось бы узнать. Слова плюс музыка. Это хремучая смесь. Когда нараспев. Под хорошую музыку. Под настоящую. Соответственную музыку. Там это хремучая смесь. Это дико. Это вдохновляет. Будет миллион людей. На небе звучит музыка. И все. Все. Что. Говорит. Позовите Агуслисты. Я буду пророчествовать. В Ветхом Завете. Пророки. Она вдохновляет. Потому что. Музыка. Это тоже язык духа. Язык души. Язык духа. Ты можешь музыкой выразить. То, что ты никогда словами не скажешь. Она вдохновляет многих. Вставай. Страна огромная. Но это опять украденная мелодия. У кого-то другого. Наши воруют. Переделывают под себя. Эти гимны. А есть такие. Опять же. Наоборот. Воруют. У этих. И поют. И богу песни. Под эту ворованную музыку. И. Ну. Постоянно воровство идет. Ну. Представляешь. Ну. Музыка. Она сильно вдохновляет. Вот. Кот не пользуется этим. Нифига. Ему надо брать. Гармошку какую-то. Балалайку. Гитару. И под гитару проповедовать. Да. Это было бы гораздо лучше. Ну. Он. Как бы сказать. Религиозный человек. Он по старинке хочет. По старинке хочет прокататься. Типа. Ну. Сделать. Как ему кажется правильным. Ну. Так не получится. Так не получится. По старинке. Поэтому. Поэтому. Плохой результат. Да. Надо под музыку. Выражать свои мысли под музыку. Ты понимаешь. Даже. Женщина. Она. Ее образ. Она делает себе образ. Внешний. Глаза подчеркивает. Бревья. Ресницы. Губки подкрасит. Потом. Вот такая. Вот такой образ. Когда начинает еще говорить. Очень большое впечатление. Ну. У меня. Конечно. Вообще никакого образа нету. Да. Я на это все положил. На это все. Что-то все так. Игнорирую. Конечно. А не. Может у меня такой образ и есть. Не. Это мой образ. Это мне такой образ. Согласитесь. Такой. Стремный образ. Поэтому. Ребята. Давайте будем. Вдохновляться Богом. Иначе будем. Одержимы. Одержимость. Из-за голода. Знаешь как. Почему я еще такой. У меня спутаны мысли. Но все равно. Смотрите. Записывайте. Отдельная мысль. Одержимость. Из-за голода. Из-за нужды. Человек начинает кушать. Непотребное. Он начинает усваивать. Из-за отсутствия настоящего. Какую-то. Какую-то. Ерунду. Пьет из колюжи. Ест из мусорника. Выброшенное. Питается информацией лживой. Потому что нету настоящей. Понимаешь. Не хочет. И это приводит в ложь. Ложь приводит в зависимость. Как алкоголь. Ну. Алкоголь, наркотики. Ложные возбуждения. Ложные. Как сказать. Ложные. Давайте. Сейчас скажу. Лживое удовольствие. Фальшивое. Фальшивое. Оно приводит к фальшивому результату. Это ты уже не живешь. А существуешь. Ты не живешь. А страдаешь. Приходит болезнь. Вместо здравия приходит болезнь. Потому что проглотил ложь. Поступил по лжи. Поступил по лжи. Послушался лжи. Приходит смерть. Да. На конце лжи. На другом конце лжи. Сидит баба с косой. Смерть называется. Да. Она. Ложь приводит к смерти. А истина. Истина. Приводит к жизни. Истина приводит к жизни. Поэтому. Отвернувся всякую ложь. Говорите истину друг другу. Да. И тогда вы исцелишься. Где мои слушатели? Блин. Вот это смотришь и думаешь. Вот что мне? Вот меня вы вдохновляете вот этот эфир. Я смотрю на себя сам. Никого не вижу. Куда-то все поубегали. Никто не пишет. Цифр нет. И думаете, мне это вдохновляется? Нет. Я вот сейчас вот так раз-раз сам собою. Вот так тихо сам собою. Вот это вот как песня. Заканчиваю этот эфир без вашего участия. Короче. Не откликнулось. Мое слово я наблюдаю. Ни в каком мозгу. Ни в какой душе. Ни в каком сердце. Я ощущаю. А ну нафиг. А зачем я буду вот это распыляться? Посмотрел. Я получил вдохновение от того, что. Ну как бы отклик. Знаешь? Отклик. Это как бы ты посылаешь сигнал. Получаешь ответ. И в тебя наладился контакт. Ты говоришь слово. Бог тебе слово. У тебя контакт. Я тут. Чук-чук. Чук-чук. Контакт исчез. Ребята. Мы не знаем. Нет контакта. Я вроде говорю. Очень интересные вещи. Стоящие. Но только некоторые. Только царица Цаусская. Может прийти меня послушать. Местные. Нет. Местные. Местного аберегена. И так хорошо. Даже если они больные. Они счастливы. Даже если неизлечимо больные. Они счастливы. Все в них хорошо. Потому что научились дурить себе голову. Да. Как ему сейчас грубо я не сказал. Но так оно есть. Перестаньте себе дурить голову и другим. Плохо. Когда ты болеешь. Когда дети болеют. Плохо. Это нет в этом никакого благословения. Никакого. Ну разве там тебе дадут денег. И ты подумаешь. Вот это благословение. Но лучше быть здоровым. Да. Имеет свой кусок хлеба. Чем жить на подаянии. Ну что это сто процентов. Кто понял. Тот понял. Кто. Я думаю кто-то обиделся. Ну так всегда будет. Кто-то обидится. Я лучше буду жить на свой кусок хлеба. Чем жить на подаянии. Вот. Вот. Люди приходят. Уходят. Ребята. Вот. Лично меня. Мало кто вдохновляет в группе. Реально. Приходишь как. Приходишь как это. Знаешь. Блей. Ну. А надо ли было. А надо. А кому это надо. Знаешь. Когда ты понимаешь. А тебе это надо. Не. Не надо. Ну. Я-то имею. Имею. А ты. А тебе так хорошо и хорошо. Ну ходи так. Все. Я лучше найду людей. Которые. Будут потрачивать свои. Знаешь. Как Иисус. Ну. Вы не хотите меня слышать. Пошел в другой город. Там не хотите. Пошел в других. Нашел людей. Которым это интересно. Все. Остались без исцеления. Остались там. Ну. И пофиг. Знаешь. Как. Это не сочувствие. Это просто закономерность. Остались без исцеления. Вам и так хорошо. Опять почитайте. Главу. Прич. О премудрости. Которая. Будет смеяться. Бедствием. Находящих. На людей. Вам это хорошо. Так живется. Ну живите. И это вам нравится. Ну хорошо. Живите так. А Бог ищет людей. Бог ищет. Он ищет. Смотрит. Обозревает всю землю. Ищет людей. Которые. Сердца вполне преданы были. Слышишь. Преданы. Которые вдохновлены Богом. Которые ищут вдохновение Бога. Которые алчащие. Жаждущие правды. Понимаешь. Которые ищут. Которые стучат. Которые хотят познать Бога. Хотят. Которые Он есть на самом деле. Они просто довольствуются. Книшкой. Коркой. Этой бумагой. Буквами. И мне хватит. И больше ничего не надо. А Бог ищет людей. Которые. Хотят к Нему прикоснуться. Говорит. Кто ко мне прикоснулся. Он ищет. Те. Которые хотят прикоснуться. Он хочет. Которые. Чтобы ее. Знаешь. Отдались. Отдайся. Отдайся. Полностью. Отдайся. Не просто приходи ко мне. Там. Вот. Принес подарочек. Подарочек. Такой. Там что-то там. Кляузу там выдал. Пожаловался кому-то. Или. Такую. Жертву благодарения за что-то. Отсыпал. И пошел назад. Нет. Бог хочет. Знаешь. Он тоже хочет. Чтобы ее вдохновляли. Ну что ты можешь проставлять Бога. Когда. Тоже. Он Бог. Он отдал. Себя. Самого. И Он желает. Он желает. Тоже. Принять. Тебя. Самого. Это ж. Так. Без причинности. Ты не знаешь. Причины болезни. Лучше. Не исцеляй. Корень. Корень. Как. Убрать. Корень. А что ты ветки стрыжешь. Будет всем раз хуже. Иисус говорит. Всем раз хуже будет. Ты выгонишь беса. А потом придет всем злейших. И будет всем раз хуже. И ты будешь лечить. Лечить. Такой доктор. Блин. Капец. Пока не подрубываешь все руки. Пальцы. Руки. Ноги. Одна голова останется. И голову отрежешь. Так долечится. Все негодное. Надо. Та причины надо знать. А без причины. А причины простая. Это ложь. Причина любой болезни. Я думаю. Это ложь. Ложью дьявола смерть вошла в мир. Понимаешь? Ложь. Причина всех страданий. Ложь. Отвергни ложь. Отвергни. Наш изблюй. Это надо. Два пальца. И изрыгай из себя ложь. Перестань этим пользоваться в жизни. Будь здоров. А нету плохого, хорошего. Каждый себе выбирает, что ему нравится. Ему это. Ему нравится. Понимаешь? Такая жесть. Ему нравится такой бог. Ему нравится такая религозная возня. Ему нравится. Все. Мне когда-то бог там я смотрел. Ответил. Я там записал себе. Почему люди так живут? Потому что им это нравится. Даже некоторые в тюрьмах. Они в тюрьме прожили лет 10-15. А он выходит на волю. Он не может здесь жить. Он делает какое-то преступление, чтобы его опять посадили. Потому что он уже ни по-другому не может. Он даже не видит. Ему пугает это все. Он уже привычный. Он уже согласился и на эту жизнь. Все вовремя, покормят, вовремя положат спать. А тут надо думать. Принимать решение. Что кушай. И где взять денег. Честно. Честно. Трудно. И это такая тяжесть. А когда ты сидишь. И тебя как в семинарнике кормят по времени. Ну побьют. Если ты там какие-то работы не делаешь. Тебе используют. Если человек соглашается быть вот этим свиньей на ферме. Членом. Ну как бы. Есть такие члены тела. Да. Да. Какое хорошее субъективное. Да. То, что для человека. Это почет. Богу. Это мерзость. То, что человек гордится в этой жизни. Чем человек гордится в этой жизни. А Бог это называется. Это вообще ничтожество. Это все. Ау. Скажет. Ну это. Если ты только на это рассчитываешь. Да. То ты несчастнее всех людей на земле. И человек не понял. Обиделся. А что обижаться. Я не знаю. Ой. Не надо обижаться. Ой. Не надо. Да. Все. Извините. Ребята. Вдохновение. Я отклика не получаю. Поэтому. Поэтому я злой. Ты думаешь, что я злой. Потому что я тут, знаешь. Трудишься. Трудишься. Неправильно делаешь вещи. Отклика нет. Думаешь. А нафига нам не надо? Понимаешь. Бог хочет, чтобы ты был уже как он. Чтобы ты различал. Имел знания. И сам определял. Понимаешь. А не постоянно. А не постоянно ты нуждался. Бегал за подсказкой. А это как? А это как? Тебе самому надо возрасти в это. Понимаешь. Быть источником. Понимаешь. Кто примет слово в нем. Это слово станет источником. Источником в текущее в жизнь вечную. И то хорошо, и то хорошо. Но тебе надо самому стать Богом. В конце концов. Соединиться одним духом. Чтобы ты был один дух. Библия написана из-за отношений человека с Богом. И не было бы этих отношений. Не было бы Библии. Не было бы ни одного пророчества. Это через взаимоотношения Бога с человеком произошла. Библия. Напиши. Напиши. Для тупых. Для козлов. Которые никак не помогут. Это для вассуждения даже. Воссвидетельство. Библия написана. Воссвидетельство. Ну как. Как стоп-кран уже. Все. Последнее. Ну как. Предупреждение. Написано. В то, что добавит. То отнимет. Это уже написано. Тут уже изменений подлежит. А хотя Бог говорит. Лучше тебе не знать. Понимаешь. Хотя Бог говорит. Некоторым лучше было тебе не знать. Чем познавший ты начинаешь. Переходишь на букву. Буква убивает. Буква убивает. Буква ведет тебя. И вы исследуйте Писание. Чтобы иметь же извечную анисвидетельство обо мне. А вы не хотите прийти ко мне. Понимаешь. А вы не хотите прийти ко мне. Понимаешь. Понимаешь. Да не похожим на Бога. А Богом я тебе говорю. Не надо быть похожим. Похожим это подделка. Понимаешь. Ты зрелым. Надо возрастать. В зрелость. В образ Христов. Понимаешь. В зрелость. Ну как. Подобным сыну. Как Бог. Ну ты реально. Ты возрастаешь. Будешь один из нас. Они стали. Иисус. Тогда еще Бог говорил. Они стали. Как и мы. Как одни из нас. Поэтому. Чтобы они не жили вечно. Я их. Выгоним с рая. Запретим им дерево жизни. Чтобы не жили вечно. Они стали. Уже тогда. Познавшие добро и зло. Они стали такие. Как и мы. Но в них. Ложь омрачила сердца. Принявши ложь. На Бога. А правда ли сказал Бог. Они начали думать. Что Бог врет. И приняли ложь. Про Бога. И чтобы. Эти Боги. Не жили вечно. И не творили беззаконие. Смерть пришла. Бог простой. Там нету миллиардов. Бог это один дух. Соединяешься с Богом. Становится один дух с ним. Это просто. Это дух. Ты позволь Богу. Соединиться. Войти в этот дух. Знаешь. Стать поклонником Бога. В одном духе. Ты чувствуешь дух. Это дух. Божий. Дух святой сходит. И в дух святой. Он проникает все. И открывает глубины Божьи. И твои проникают. Это дух святой. Это христианство. Это в дух святой. В духе святом. Это не в букве. В конце концов. Рассчитанно все. Человеческое тело. Оно очень классное. По воде даже можешь ходить. Без проблем. Если ты духом. То ты можешь быть во всем. И ты будешь перемещаться. И ты будешь пользоваться. Невероятными возможностями. Так само как. Енох восхищен был на небеса. Так и ты можешь идти на небеса в теле. Без проблем. Понимаешь. И ты можешь. А вот это вот неверие. Вот это вот ложь. Ложь тебя и делает ограниченным. Чурбаном таком. Бездетельным. Бесплодным. Ложь. Ходить по воде игрушки. Ну попробуй что-нибудь. Дай игрушки. Это нормально. А вот ложь не позволяет тебе ничего делать. Ты даже боишься. Даже боишься выйти человеку сказать. Правду. Косяками какими-то. Какими-то. Фигней какой-то. Понимаешь. Сам себя боишься. Сам себе. Ты сам себе боишься. Человек сам себе боится удовлетворить свои желания. Он на свои желания боишься собственных желаний. Боишься собственных идей. И исполняешь чужие. Лепишь кому-то кирпичи. И служишь кому-то рабом. Потому что ты отвергаешь даже собственное. Желание. Ты даже свободное. Что же ты хочешь не делаешь. Это рабство. Это рабство. И рабство. Свободный человек. Поэтому любовь. Любовь она ни в рабах не бывает. Раб. Царства Божия. Наследует. Рабы не наследуют царство Божие. Свободное. Только свободное могут любить. Свободное наследуют. Только дети. Только свободное наследует. хватит вот таки вот фигней страдать все я закончилась и к сожалению вот это гавкать и не нравится объяснять простые вещи если вы это не понимаете то я не понимаю что вы проделали свою жизнь 20 лет вере и этого элементарных вещей не понимают да мне очень печально столько людей прошло читали в руках библию держали приходили присутствия божии так ничего не поняли мне это очень сильно иная даже за понимать не хочу бы если вникать то там очень низменные я понимаю что очень низменные сейчас скажу процессы происходят очень низменная если вникать я принципе все сказал все ребят все я буду заниматься не надо стол доделать стол буду делать себе студию всем хорошего дня вот и все мы призваны к участию части полному участию это не то что там секс в одиночку к участию призваны знаешь что шкаф стол шкаф полку не надо убирать этот бардак провода коллекты колюшку к там валяется все надо все это убирать упаковывать все на что было хорошо удобно представляешь как у нас кишки сколько метров кишков в те в животе но не все там уложены правильно и вид хорошей но если ты не растягиваешь живот красивое тело но там столько кишок сколько жил там сколько там всяких кровеносных сосудов нервных этих окончаний там все переплетено уже внутри человека но выглядит он красиво таки мы должны духовно эти мысли упорядочить мы должны систематизировать наше отношение к богу правильно а не вырезка знаешь как это в магазине вырезка там лежит а эти ребра там лежат печень там лежит а почки там бери купи себе но она неживое ты можешь только это съесть пожарить все и это такой христианин который меня нету взаимосвязи нету взаимосвязи между пониманием божественное откровение он как магазин у него все мертвое она нету взаимосвязи христиане которые не имеют взаимосвязи это это магазин вот этих полуфабрикатов лежат на полках куски мяса кости ну вот там сало что лежит голова отдельно вот это христианство заходишь церковь нету связи это магазин такой а то же воняет все пока выходите в эфиры вещайте да им бог не надо живой бог реально не надо им достаточно когда им достаточно тот бог про которого там кто-то знал они приходят вот этот сухарик отломили там крошки крошку такого 2000 лет не дан все едят тот хлеб который бог тогда давал понимаешь вот откапают эти крохи разминают распаривают разжиряют и проповеди читают на этих крохах а свежего откровения не имеет мне вот это тошнит понимаешь в вчерашней манне черви заводятся реально какая она хорошая не было тебе надо не хлебом одним но словом божьим исходящим из уст божьих то который бог сейчас говорит ты не можешь быть движимым словом божьим которое было вчера да ладно помоги таким людям дай им чтобы у них был аппетит вот я стараюсь чтобы люди получили это поняли и у них поднялся этот аппетит это желание желание настоящего свежего желание близости с богом близости не эти картинки целовать бесконечные артефакты облизывать а вот именно живого бога когда бог приходит и он тебе говорит и не игнорировать и не пугаться позволь свои стереотипы вот это изблювать ложь просто отвергну в ложь и очистись от лжи прими истину вдохновись духом и живи будет победа так иначе ты не сможешь жить вчерашнее тебе не поможет не не поможет она не работает и все пока надо хочу поработать это так к сожалению говоришь говоришь слово оставало плотью так мне надо помощь я на сегодня сделать стол к этой идее пришла надо ее осуществить осуществлю сейчас все давай